Друзья, в этом ролике я бы хотел рассказать о нашем домашнем кондиционере Hisense. Точное обозначение модели вы сейчас видите на своих экранах. Я расскажу о плюсах и минусах, о наших впечатлениях о его работе и вообще, стоит ли его покупать. Для начала, почему мы купили именно инверторную модель. Дело в том, что в предыдущей квартире, где он стоял раньше, было довольно прохладно, когда на улице отрицательная температура, отопление работало не ахти, и мы этим кондиционером грелись. Основное отличие инверторного кондиционера от неинверторного, что именно инверторный кондиционер можно эксплуатировать при сильно отрицательных температурах, по-моему, до минус 15 градусов. Неинверторные модели не рекомендуется эксплуатировать, когда на улице отрицательная температура, минус 5 и ниже. Как я уже сказал, кондиционер перекочевал с нами из одной квартиры в другую квартиру. Ссылка на то, как взять любимый кондиционер с собой, самостоятельно, своими руками, будет в описании к этому материалу. Эту модель нам порекомендовали как наиболее тихую, ну, по крайней мере, на момент его покупки. Как я уже сказал, работает он около пяти лет. И действительно, когда ночью переводишь его на пульте в режим Sleep, работа вентилятора внутреннего блока становится, ну, как бы мягкой. Его действительно практически не слышно и нет ощущения сквозняка в комнате. Работа кондиционера очень комфортна. Давайте включим кондиционер и послушаем, как он работает на самом тихом режиме. Для начала просто активируем его. У кондиционера есть табло. Когда включаешь режим Sleep, оно гаснет и вас не беспокоит. Пока режим Sleep не активирован, вы будете видеть то, что он включен и температуру, которую он выдает. Так, давайте поставим на 19 градусов. Обычно такую температуру мы ставим ночью. Так, включаем режим Sleep. Появляется вот такой значок. И сейчас изображение исчезнет. Так, исчезло. Сейчас он подумает немного. И через минутку я вам покажу, насколько тихо он работает. Замолкаем. Давайте послушаем, как он работает. Так, а теперь давайте включим режим Turbo. Ну, или как написано на пульте. На этом кондиционере супер. Вот это уже, конечно же, громко. Этот кондиционер можно подключить с двух сторон. В квартире, где он был установлен раньше, подключение было слева. Мы сохранили заглушку и приклеили ее обратно в этой квартире, где подключение уже справа. Наружный блок кондиционера у нас установлен, как это ни странно, не в корзине под окном, а над нами. Вот он. Пиковский ремонт. Ничего не поделаешь. Но, тем не менее, сосед, у которого под окном стоит наш наружный блок, не жалуется. Он действительно тихий, как и обещали. Тихий и внутренний блок, и наружный. Как это ни странно звучит, но внутренний блок кондиционера обслуживается супругой. Время от времени, примерно раз в месяц, она промывает два фильтра, которые установлены под крышкой. А также, примерно раз в три месяца, пылесосит радиатор испарителя. Абсолютно несложная работа. Фильтры моются проточной водой, и насадкой щелевой пылесосится вот этот радиатор. Всё. Устанавливайте на место. Обслуживание внутреннего блока завершено. В рамках этого ролика я не буду заострять внимание на каждом режиме его работы. Об этом несложно почитать в инструкции. Расскажу лишь о минусе, ну, по крайней мере, актуальном для нас. На пульте дистанционного управления нет режима подсветки кнопок. Мелочь, но всё-таки неприятно. В остальном, прекрасный кондиционер, довольно тихий, с ним очень комфортно спать ночью. Греет, охлаждает. За пять лет мы его ни разу дополнительно не подзаправляли. Но тут ещё, конечно, профессиональная работа установщиков. Что в предыдущей квартире, что на этом месте. В принципе, всё. Спасибо за внимание. Однозначный рекомендацион по этой модели. Подписывайтесь на канал. Пока!